Ребята, всем крепкого здравия! Сегодня вместе с папой еду на рыбалку с лечебой. Сейчас коротенько покажу то, что сегодня вас ждет, а потом начнем все по порядку. В общем, поехал я сначала за батарейками и за минералкой. Дюроселки для датчика эхолота и симтуки 17 для живота. Ну все, сейчас едем в гараж к отцу, перегружаем вещи и валим. Так, ребята, в общем, сейчас приехал папе в гараж. Сейчас тут перекладываем все вещи, цепляем вот эту большую красивую лодку и по-быстрому сваливаем. В общем, мою машину мы загнали на место лодки. Лодочку сейчас прицепим-зацепим. Так, ребята, наш крейсер полностью собран. Теперь можно спокойно отвалять на рыбалку. В общем, ребята, мы сегодня с моим отцом отправляемся на Камское водохранилище, на Камское море, для того, чтобы искать новые места для зимней рыбалки. Искать будем с помощью эхолота, искать будем с помощью подводной камеры. В общем, рыбалка обещает быть интересной и вас вместе с нами приглашаем. Проехали мы, ребят, сейчас половину пути и остановились в небольшом кафе под названием Удача. Сейчас плотно пообедаем и останется нам проехать еще примерно столько же. В общем, ребят, мы отобедали. К слову сказать, обед нам вышел в 306 рублей на двоих. Отлично, да, две тарелки супа, по два тефтеля плюс пюрешка, ну, в смысле, по два тефтеля на каждого. Компот, три хлеба и еще кофе. Шесть хлеба. Да, шесть хлеба и еще кофе. Короче, ну, красота. Вот, как это называется? Особенности местной глубинки или как? Особенности местной глубинки вот такие вот. Захотел поесть, поел на двоих на 300 рублей. Красота. Нормально. Залили сейчас еще 35 литров бензина и осталось нам проехать еще где-то, наверное, половину путей, да? Может, чуть меньше. Километров 90. Ну, еще 90 километров и уже будем. Спускать лодку на воду. Да. Ребята, долго или коротко, но мы наконец-то прибыли на берег Камского моря. Да. Пусть будет так. Камское море. Конкретно места, наверное, говорить не будем, не стоит этого делать, но те, кому надо, те поймут и разберутся, где мы были. Все благоустроено, все хорошо. А вот это вот, это типа домики, что ли, какие-то? Да, 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 здесь домики, пожалуйста. То есть? И душ, и туалет все есть. А, ну, то есть ты как бы приезжаешь сюда, тут оставляешь машину. Отдыхаешь, делаешь все, что хочешь. И можно снять такие домики, да? Да. Прикольно. Телевизор, холодильник, все есть. Никаких вопросов нет. Ясно. А вот здесь вот, ребят, уже само водохранилище. Нам сейчас надо будет ехать и спустить лодку на воду. Ребят, в общем, лодочку мы уже на воду спустили. Вот он наш красивый вильбот, моторчик Yamaha 30. И вот все наши вещи. Просто раскидываем достаточно широко, поэтому кажется, что много. На самом деле сейчас все компактно сложим в рундуки и уже полетим. Далеко, скорее всего, не поедем, потому что сегодня волна. Ну, тут и так, в принципе, ребята, акватория, смотрите, какая здоровенная. Тут даже можно далеко не уезжать. Просто можно найти нормальную стоянку рыбы поблизости. Главное, просто хорошо поискать. Поставили новое крепление для обычных велосипедов, самокатов и так далее, чтобы не угоняли. Чтобы мотор у нас был застрахован. Во-первых, не украдут. Во-вторых, если даже упадет с лодки, то, по крайней мере, хоть что-то его будет страховать. Удобно и, надеюсь, надежно. Посмотрим. Надеюсь, нам не придется испытывать прочность этого велосипедного тросика. Вот лучшая летняя одежда для езды на моторной лодке. Ничего лучше никто еще не придумал. Зимний костюм. Начало сентября. Тепло, комфортно, хорошо. Пол второго. Раньше срок успели. Морские волны. В общем, ребят, мы спрятались немножко от ветра. Сейчас папа гребет, а я в камеру смотрю рыбу на дне. Вот попадаются пока только одни ерши, ракушки и больше пока ничего интересного нет. Вот сейчас побольше ершей стало. О, пенек. Ну ладно, я думаю, что сейчас что-нибудь найдем и уже закормимся и будем ловить. Из рыбы мы смогли найти пока что только ершей. Поэтому решили найти для начала место для лагеря. Ну, тут как бы небольшой гадюжник есть, но мусор сожгем в костре. Сейчас у меня папа будет на своей лодке. Он отплывет. Попробует, кстати, рядом с травой. А я тут еще немного с камерой пошарюсь. Может быть, все-таки получится найти какую-то рыбу. А так остается одна единственная надежда на то, что сработает прикорм. Если прикорм сработает, подойдет белая рыба, тогда мы половим. Если нет, значит нет. Парни, лодочку я уже накачал. У нас уже созрел чаек. Еще немного дозаправимся. И можно будет упереться в местную рыбу. Снова 3 сентября. И снова 3 сентября, да. Поели, первый пошел. Сейчас тоже остатки вещей в лодку скидаю. И тоже отчали. Решили разделиться. Решили разделиться, потому что непонятно, где рыба. Парни еле-еле душа в теле, но я более-менее нашел место для рыбалочки. Резкий выход. Из ямки. Лодку я ушамолил на 2 якоря. Пока стоял, доставал прикормку. Увидел в камеру, что под лодкой уже проплывают какие-то первые рыбки. Это уже хороший знак. Ледина сейчас 4 метра подо мной. Я думаю, что есть достаточно хорошая возможность, вероятность того, что сюда, к нам на нашу офигительную прикормку, приплывет какая-нибудь хорошая рыбка. Прикормка сегодня у меня, как обычно, эта каша, пушенка сваренная, перемешанная. Сейчас вот с долей панировочных сухарей. Сейчас вот перемешаю полностью все хорошо, тщательно. И добавлю еще немного темной прикормки. Вот такая совсем добротная каша у меня получилась. С чего начнем? Возьму, наверное, сейчас вот такую вот балалайку с леской 0,1. Ну и традиционно ядреный глаз. Сейчас попробую испытать. Если будет эффект, значит ничего не будем менять, будем ловить на эту. Ну потом, если надоест, может попробую на черта или еще на что-нибудь. Главное поймать первую рыбку. Холод показывает, что на дне уже начались какие-то телодвижения. Не знаю я, то ли это восходящие пузырьки от прикормки, то ли на самом деле уже подошла какая-то рыбешка. Кто-то клевал и убежал. Ну вот, наконец-то попалась. Вообще плохо клюет. Очень плохо клюет. Ну попалась. Первая. Чуть-чуть покрупнее. Чуть-чуть покрупнее. Дорожка. 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 Смотрите продолжение в следующей части. Смотрите продолжение в следующей части. Какая дикая поклёвка была сейчас. Капец вообще. Это какая-то светлая. До этого тёмненькие были. Но черта самодельного. Смотрите продолжение в следующей части. Рыба объявила забастовку. Сейчас буду ставить палатку. Будем разводить костерок. А завтра с утра, даст бог, может быть ещё что-то половим. Гречка. Три пакета на двоих. Затворили. И всё, и пускай настаивается, да? Нет, всё, она уже готова. А, уже готова. Оперативненько запалили костерок. Чтобы было уютно и хорошо. Сейчас навалим сосисочек с гречкой. Огурчик, чаёк. Будет хорошо, тепло, сытно и уютно. Сосисочки. Гречка. Пыл в жару. Огурчики, огурчики. Ребята, всем доброе утро. Сейчас примерно на 7 часов. В слою я сегодня небольшой контраст. Поэтому, выпался с палатки. Сразу развёл костерок. Сейчас побыстренько воскипятим чайку. И отправимся на закормленную точку. Надеюсь, что рыбка, может быть, за ночь какая-нибудь подошла. Попробуемся на что-нибудь половить. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры сделал DimaTorzok Позавтракали мы, всю лодочку я снарядил, вчера я оставил буй на кормленной точке И сейчас туда как раз таки и отправлюсь Надеюсь, что рыбка подошла, потому что я вчера вечером подкинул еще немного прикорма Я уже на точке, приплыл, заякорился как раз на то место, где вчера рыбачил Камеру еще не засовывал, не смотрел еще рыба есть или нету Но прикормиться уже заново надо Потому что вдруг за ночь приплыл лещ какой-нибудь и все сожрал Поставил я сейчас маленькую мормышечку От Ильи Васильева И подсадил на нее опарыш Более-менее что-то начало чуть-чуть поклевывать До этого была пара поклевок на черта И все Что-то покрупнее Прям хорошего что-то Парни, плотовичка попала Нормальная такая Такая вот сопля получилась Вон с опарышем Ну уже прям вот Насадил опарыша, потому что невозможно Ну я вижу, что рыбу Холод показывает под лункой Ой, под лункой Под лодкой она крутится Она не клюет Тоже нечего такая Клево Ну тянет как Какая жирная Попала Жирная О О О Ух Как что-то что-то солидное ребята вот прям жестко лупит жестко ходит то с оружием песня красота поменьше это тоже хороший папа не плывет надима у него не клевет сейчас надо будет сказать им чтобы рядом вставал вставай поближе ну какая хорошая какая попала замечательная плотва вот я ведь так ну все таки за кое-как не обещали Субтитры сделал DimaTorzok 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 Кошмар Ой-ой-ой-ой-ой-ой, кто ж там такой-то, а? Блин О, ребята, лещ Лещ клюнул Лещ Эх, пацак, надо Эх Только не оторви Эх, все, бежал Засранец О, нет, густерина Опять клюнула Густерка О, какой Есть Есть, есть, есть Три, два Три, два Добро А тут, два Вот два Вот два Открываем Открываем Ну, закладка Ну, закладка Закладка Опа Присосался Нормальный Ну, закладка Куда пошла Куда пошла Поплотка 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 Вот, сорожки Нормальная Сорожка Вялит То, что надо Там вот все затянуло И хочется уехать По суху Вот Быстро собираемся Пьем чай И отваливаем Так, ну все, ребят Мы отчариваем Потому что уже Начинает поливать Следующее включение Будет в следующем видео Да? Да Все, давайте, ребята Всем счастливо Пока